Всем привет! Сегодня решила вам видео снять о своих процессах, о текущих процессах и немножечко рассказать о планах на ближайший месяц. Конечно же, посещение магазинов рукодельных я не исключаю, потому что будут большие скидки и акции. Как раз сегодня, с 27 числа, в магазине Мир Вышивки будут проходить грандиозные акции и скидки. Под моим видео есть промокод. Это скидка 10% на первую покупку в магазине Мир Вышивки. И, кстати, этот промокод суммируется с другими скидками и акциями на сайте. Если вам интересно, переходите по ссылочке и смотрите, что нам предлагает магазин Мир Вышивки. Ну, а сейчас продолжим о моих процессах. Этот мой основной процесс, на который я стараюсь вышивать ежедневно. Но, насколько у меня получается вышивать, сейчас ежедневно вышивать не получается. Очень много работы. Я уже рассказывала об этом на своем блогерском канале. Кто не знает, у меня есть канал Жили Были, где там я рассказываю все подробности о нашей жизни. Это схема от Марии Бравко. Это авторская схема. Я ее покупала в прошлом году, перед Новым годом. У всех авторов были большие скидки. И я купила несколько авторских схем. Об этом у меня есть отдельное видео. Я вам в конце оставлю ссылочку. Сможете посмотреть, какие у меня есть авторские схемы. Причем я их все укомплектовала. То есть я купила нитки, купила канву, где-то равномерку. И все это лежит укомплектованное, ждет своего часа, когда я к ним приступлю. Но, чтобы приступать, нужно завершить начатое. Я поставила себе цель завершать то, что у меня есть. Это, в принципе, мои планы на следующий год. Поэтому я не снимаю видео о своих планах. У меня очень много начатых работ. Планирую в празднике все-таки снять вам видео обо всех моих процессах. Я боюсь, что я вас шокирую и буду сама шокирована. Но, надеюсь, я это сделаю. Конкретно по этому процессу, что хочу сказать, продвигается очень быстро. Очень легкая схема. Просто обалденная. Вот, что должно у нас получиться в результате. Здесь очень много бэкстича. Очень много бэкстича. Это еще займет несколько дней после того, как я до конца вышью эту работу. Мне, кстати, осталось совсем чуть-чуть. Я еще сама не сравнивала с превью, сколько мне осталось. В общем, получается, что мне нужно еще вот этот уголочек вышить. Вот здесь. Вот цветочки. И вот здесь вокруг яблока тоже цветочки. В общем, процесс очень интересный. Вышиваю я на равномерке. Это линда 27. Она соответствует 14 каунту канвы. Вышивать на ней очень легко. Единственное, что плохо. Я не могу вышивать без разметки. Я вот стараюсь размечать. Но мне очень сложно на равномерке размечать и считать эти квадратики. На канве легче. Я обычно канву размечаю циркулем с двумя иголками. Это такой измерительный циркуль. И очень классно. На канве я им размечаю очень быстро и без ошибок. У меня тоже есть в роликах, как я размечаю. Но равномерку я не пробовала так размечать. В принципе, наверное, нужно было сделать так же. Но я этого не сделала. Здесь очень легко ошибиться на одну ниточку. У меня бывает частенько, что я съезжаю с крестика. То есть на пол крестика, на пол ниточки. Потом приходится распарывать. Были уже у меня несколько таких моментов, что я распарывала. Но я, конечно, приспособилась. Мне вышивать на этой равномерке нравится. Но вот такой нюанс не очень приятный. Для меня как-то сложновато. На канве все-таки проще. Вот, девчонки, как ни крути, на канве проще. Ну, может быть, мне уже старею. Старею мне уже тяжело. Была бы помоложе. Может быть, как-то было бы полегче. Но я шучу, девчонки. Не то, что я ощущаю себя старухой. Просто, ну, вот так вот. Моя такая индивидуальная особенность, что мне очень сложно вышивать без разметки. Наверное, это связано с тем, что у меня очень плотный рабочий график. Причем моя работа связана с творческим процессом. И все мои мысли, весь мой мозг, он там. То есть после работы, когда я сажусь отдыхать и вышивать, мой мозг уже просто отказывается напрягаться, думать. Мне просто хочется шпарить, все крестом в две нити без заморочек. Но я уже об этом рассказывала. Наверное, 24 часа в сутки думать и мыслить. Тем более мыслить творчески, наверное, это не каждому человеку дано. Ну, вот я на это не способна оказалась. Ну, ладно, ничего. Все-таки мои процессы худо-бедно продвигаются. Вот здесь очень много полукреста, который меня напрягает. Очень много вот этого тень вокруг. Это самое нудное, что вышивается у меня в этой работе. Но сложные моменты я никогда не оставляю на потом. То есть, если я начала вышивать от центра. На равномерке я всегда вышиваю от центра, потому что нет разметки. Если я делаю полную разметку на конве, я могу с любого угла, из любого участка, из любого квадрата начать вышивку. Но если вы без разметки вышиваете, всегда начинайте от центра. Очень легко ошибиться. И оставить с одной стороны больше, с другой стороны меньше поле. В общем, самый идеальный вариант это начать от центра. Я начала от центра, продвигалась вот в эту сторону. Потом думала оставить на потом. Но оставлять на потом это чревато последствиями. А когда оставляем на потом сложное, то работа может зависнуть. То есть, она будет незавершенной лежать. Вот так, как у меня происходит с некоторыми моими процессами. В частности, вот я сейчас покажу свой венок. Вот этот венок. Я его вышла просто на одном дыхании. Я люблю эту фразу повторять на одном дыхании. Да, у меня так часто бывает, что я либо долго стопорю, либо вышиваю махом на одном дыхании. Вот. В общем, вот здесь осталось пришить бисеринки. И вот здесь вот бусины. Их нужно, эти бусины, обматывать нитками. Тут своеобразная техника. Мне еще ее нужно изучать. Но я боюсь напортачить. Вот именно из-за того, что мне сейчас до Нового года нужно сдать свою работу по максимуму. Сделать и все мозги у меня там. Поэтому, если я сейчас начну какие-то новые техники осваивать, просто боюсь напортачить. Так классно я вышила этот венок. Все так аккуратно получилось. И очень жалко будет напортачить вот на этих вот ягодках. Бисеринки-то, конечно, я пришью без проблем. Но, опять же, еще один момент, почему я бисеринки не пришиваю и вот эти бусины. Потому что тогда сразу нужно эту работу оформить. Если я ее сложу, вот видите, она сложенная лежит, да. Ну, в принципе, можно ее, конечно, в ролл замотать. У меня теперь есть ролл. Но все-таки работу я всегда перед оформлением глажу. А если будут бисеринки и вот эти бусины, то отглаживать будет ее сложнее отутюживать. Поэтому я оставила до того момента, когда смогу оформить. В ближайшее время оформить не смогу. Я все деньги трачу на скидки на акции, которые в магазинах есть. Оформлять буду после Нового года. Надеюсь, там уже будет поменьше скидок. Но я шучу, конечно. Мне некуда развешивать эти картины. И я знаю, что если я ее оформлю, то она оформленная будет где-нибудь за шкафом или за диваном лежать. Нам еще предстоит ремонт в нашей половине квартиры. Мы же поделили на две комнаты, однокомнатную квартиру. В одной половине сделали ремонт, во второй еще нет. Но багет пылится. Из этих соображений не хочется мне пока оформлять. Я потом как-нибудь, когда доделаем, прям займусь оформлением, чтобы сразу это все на стены повесить. Вот такие моменты, они стопорят работу. И она у меня лежит. Собственно, то же самое может произойти вот с этими сложными участками. Когда все вышлишь и не захочется вышивать, и просто куда-нибудь вот ее положишь, и буду говорить потом-потом, а это потом никогда не наступит. Ну, или наступит через несколько лет. Вот то же самое произошло с моими вот этими вот игрушечками. Осталось их всего лишь навсего сшить. Но из-за того, что я сшивать их хотела на камеру, я бы их давно уже сшила. Вот. Но из-за того, что я хотела делать это на камеру, показывать, как я... Ну, процесс весь. Ну, не весь, конечно, весь это будет долго и нудно. То есть, показать, как я сшиваю, показать еще мои наборы от жар-птицы. И вот они лежат. Так-то здесь немного. Я бы могла их уже взять, сделать и готова и показать. Но вот эти планы снять видео, у меня есть задумки, да, вот какие-то в голове, как я хочу видео снять и о чем хочу снять. И все это лежит. И вот эти вот бусины в венке изобилия, то есть, венок плодородия изобилия у меня уже вышит и оформлен. Вот этот венок плодородия тоже я хотела показывать, как эти бусинки обматываются. Но все-таки я это буду делать в новогодние праздники или попозже. Тимур у меня как раз работает в новогоднюю ночь. В общем, на неделю он у меня уехал. Дети будут, наверное, по-своему тусоваться в Новый год. Дети-то уже взрослые. А надеюсь, у меня будет время. Хотя я тоже в новогодние праздники работаю. У меня тоже много работы. Но вот почему я не люблю говорить о своих планах, потому что они не осуществляются. Особенно если я знаю, что у меня работы еще до апреля месяца впритык, не могу ничего планировать. Планирую только на ближайшие дни. И то, дай бог, чтобы не приболеть, чтобы все это исполнилось. Вот еще какой процесс я достала. Этот процесс я планирую вышивать как раз в новогодние праздники. Это мой начатый процесс. В прошлый Новый год я начала. Одного снеговичка. Дизайн Воркс. Их шесть штук. Они не двухсторонние, они односторонние. И нужно будет пришивать фетр. Долго у меня заняла подготовка к этому процессу. Много времени заняла. Потому что там ниточки были не разобраны. Нужно было их разобрать на органайзер. Это то еще удовольствие. Я поняла, что мне это делать не нравится. Предпочитаю наборы, где ниточки уже разобраны на органайзер. Мне совершенно не хочется тратить на это свое драгоценное время. Но все-таки снеговички классные. Поэтому пришлось разбирать. В общем, первый снеговичок у меня не дошит. И планирую я в праздники вышивать этих снеговичков. Конечно же, я не ставлю себе задачу вышить все шесть. Но хотя бы часть нужно вышить. Знаете, какие сложности были у меня в этих снеговичках? Это то, что здесь вот такая большая канва. Вот такой большой лист. Примерно А4. Может, капельку поменьше. Ну, не важно. У фирмы Жар-Птица там маленькие кусочки канвы. Вот на одну сторону и на вторую. Их очень удобно держать в руках. А вот этот лист неудобно держать в руках. У меня, конечно же, были мысли разрезать. То есть, отрезать и вышивать. Ну, что-то я побоялась, что я промахнусь, да, отрежу что-нибудь не то, а что-нибудь лишнее. Вот, бедному снеговику. Может, негде потом ему вторую руку будет вышить. Ну, конечно, можно было посчитать квадратики. Вот многие из вас скажут, да что тут такого? Посчитала квадратики и отрезала. Я часто встречаю видео даже у опытных вышивальщиц, когда они начинают отрезать и промахиваются, ну, буквально на одну клеточку. Ну, в общем, не хочу я рисковать. И неудобно левой рукой вот так держать. То есть, всегда, получается, нужно вот так держать. Вот вроде казалось бы, да, ну, что такого вот так держать. Очень устала у меня рука. Вот этот палец аж судорогой сводила. И вот я его не довышивала и оставила. Всё-таки как-то нужно приспособиться. Тут ещё будет второй снеговичок. Если я сейчас даже первого вырежу. Вот, как мы видим, они же не одинаковые. То есть, какой-то шире этот вообще вот толстенький пузатик. Вот тут зонтик, да. На каждого снеговичка свой размер канвы должен быть. То есть, это не то, что вот порезать. Хотя, может быть, можно было разлиновать на шесть равных частей и разрезать на шесть равных частей. Но я подумала, вдруг не будет равных частей. Это, конечно же, не проблема купить пластиковую канву, если её не хватило. Но вот здесь вокруг у меня в магазине её не было. Куда-то ехать далеко и искать тоже не хочется заморачиваться. Вот ещё здесь такой момент. Я его не поняла. А вот здесь на канве вот такие вот квадратики. Кто знает, что это такое? Я не знаю, вам видно или нет. Вот он как будто приклеен. Вот здесь и вот здесь. Вот видите? Я не знаю, что это такое. Он не то, что приклеен. Дело в том, что там нет дырочек в этом месте. Что это такое? Там же схема вся идёт не на русском языке. Нужно переводить. Может быть, эти квадратики, они нужны для чего-то. Вот, смотрите, допустим, да. Это табличка. Может быть, это должна быть табличка. А второй квадратик тогда что? Здесь на канве два таких квадратика. В общем, девчонки, кто вышивал наборы от DesignWorks, напишите, что это такое. В общем, получается, что этих квадратика у меня... Нет, их не два. Ребята, я сейчас только под лампой. Вот начала снимать видео, поставила лампу и увидела. Дело в том, что здесь вот такие квадратики, а в центре ещё два квадратика и в середине ещё какие-то дырочки. В общем, такое ощущение, что эти квадратики для чего-то очень-очень нужны. Я не думаю, что это такая канва. Ну, конечно, глупо мне сейчас было бы вот это всё вам читать, коверкать язык. Я ничего не понимаю. Вот, но и здесь ничего не написано. Всё, больше ничего не было. В общем, я вот этот момент не поняла, что это такое. Это когда канву просто изготавливали. Вот, надеюсь, видно вот их вот, видите, квадратики в середине дырочки, а здесь вот целый квадратик. Не знаю, что это такое. Опять, может быть, я напортачила. Но хорошо, что я сейчас достала этот процесс и показала его сначала вам, а не начала его продолжать вышивать. Вообще, нитки очень ровно ложатся. Я, к сожалению, не могу вам сказать. Об этой фирме ничего. Для меня эта фирма новая. Тем более, это не наша российская фирма. И я вам точно не скажу, какие нитки. Но ниточки ложатся, в принципе, ровненько, нормально. Вот на такие планшетки я разобрала нитки. Эти планшетки я заказывала на Алиэкспресс. Они идут большими упаковками. Я уже сейчас точно не скажу, сколько они стоят. Да и бесполезно говорить, доллар растет. Они, может быть, сейчас уже дороже стоят. И ссылку уже тоже давать бесполезно. Ссылки очень часто, когда проходит время, уже не актуальны. То есть, размещают уже новые ссылки на этот же товар. А по старым переходят люди. И там просто уже ничего нет. Так что не могу я сказать сейчас про эти планшетки, где и почем я их покупала. Но очень удобные. Очень удобные. И ловлю себя на мысли, что это самый удобный для меня вид организации процесса. Вот так взяли, все скрутили, сложили. Вот так. И в пакетик. Все. Никакой заморочки. Ну, в общем, вот такие у меня планы на ближайшее время. И да, еще что хочу вышить, я вам показывала в прошлом видео. Мне нужно на подарок к Рождеству. Вот Николай Чудотворец. Но не приступала. Опять же, потому что хотела вам на камеру снять, как я вышиваю бисером. Но знаете, что, девчонки, устали глаза. Вот эти вот два набора вышила. Вы знаете, несмотря на то, что здесь стразы не сваровские, это не стекло, это пластик. Но очень устали глаза вот от этих бликов. И много здесь блестящего бисера. Вообще, результат, конечно, обалденный. Но для моих глаз, ну, это просто уже тяжело. Я не смогу подряд вышить третью работу без передыха. Поэтому я сейчас отдохну все-таки на своих работах нитками мулине. А потом уже буду вышивать. Вот я даже сейчас смотрю, как переливаются вот эти вот бисеринки. И уже мне некомфортно. Но я уже рассказывала, такое у меня бывает, когда чуть-чуть давление поднимается, даже немножко. И в глазах дискомфорт. Нельзя так сильно напрягать глаза. Когда раздражается зрительный нерв, люди, кто страдает повышенным давлением, то может давление частенько повышаться. Поэтому не увлекайтесь бисером, если у вас повышается давление. Нужно обязательно делать перерывы. Ну, вот такие мои скромные планы на ближайшее время. Надеюсь, что все они осуществятся. И, конечно же, до Нового года я не дошью и не завершу. Но я и не ставлю себе такую планку. Для меня Новый год никогда не считался чем-то таким особенным. подведением итогов, что мне надо срочно что-то завершить, что-то доделать. И так гонка в работе. Нужно елку украшать, на Новый год что-то готовить. Если честно, я за столько лет своей жизни устала от всего этого. Мне не хочется еще устраивать эту суету в рукоделии. Совершенно не заморачиваюсь тем, что я что-то до Нового года не сделала, не доделала. Не ставлю себе план, что мне надо завершить. Я считаю, что в моей жизни это лишнее. План в рукоделии – это просто лишний напряг. Поэтому для меня совершенно не важно, к 1 января я закончу или к 21 января я закончу. В любом случае финал уже виден. Уже я подхожу к финалу. Хотя страшно говорить о финале, когда такое количество бэкстича. Видите эти цветочки? Сколько здесь много бэкстича. Но результат, конечно же, обалденный. Мне очень нравится эта работа. И хотела я оформить ее в шкатулку. Вы, наверное, помните, когда я ее начинала, рассчитывала оформить в шкатулку. Что-то, думаю, большая будет шкатулка. Наверное, нет. И вы знаете, шкатулку все-таки мы рассматриваем близко. Вот нужно было мне этот сюжет вышивать на конве 16 каунта. На Муран я не могу вышивать. А на Аиде 16 каунта нужно было вышить этот сюжет и оформить его в шкатулку. Вот я сейчас уже так думаю. Но когда я начинала вышивать, я совершенно об этом не подумала. Я подумала, что на равномерке шкатулка будет вообще обалденно смотреться. А про размер крестика что-то я не подумала. Но все-таки в шкатулочку лучше оформлять какие-то миниатюрные работы. Крестик на 14 каунте все-таки лучше смотреть издалека. На 16 смотрится более изящно. Вот, допустим, даже для сравнения венок. Видите, сколько мелких деталей. И эту работу вблизи можно разглядывать бесконечно. Все-таки мне кажется, что шкатулка должна быть на 16 или на 18 каунте. Чтобы вот так ее взять и близко ее разглядывать. А вот эта картина, наверное, должна висеть на стене. Ну, это так мои размышления об оформлении. Все, на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok